Сегодня, в день Святого Георгия Победоносца, на Боровецком бульваре было особо многолюдно. Там у обелиска славой павшим воинам прошли торжества, приуроченные 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для самого мемориала эта дата тоже особенная. Его открыли ровно пять лет назад взамен небольшого железного обелиска, стоявшего на этом месте с советских времен. Но, конечно, челнинцы собрались здесь в это утро по другому поводу. Мы собрались здесь, на этом, на самом деле, святом месте, с которого наши челнинцы, в то время жители небольшого города, отправлялись и отправились на самую кровопролитную войну 20-го века. Главными героями праздника неизменно становятся ветераны. Поздравить самых важных людей в преддверии 71-й годовщины Дня Победы и почтить память павших пришли ученики нескольких школ автозаводского района. И по традиции в память о павших войнах к обелиску возложили венки и цветы. Все чтили память погибших. Вспоминали все своих родственников, кто погиб. И вообще всех. Для меня ветераны не только в Великой Отечественной войне. Это была и Вторая мировая война. Воин было много. Поэтому я чтю всех ветеранов и тех, кто участвовал во всех войнах. Великая история страны и великие подвиги наших дедов воспитывают в юном поколении любовь к родине. А помните, героизмы советских солдат помогают символы войны. И в их числе оружие победы. Ярким примером такого является танк Т-34. Напомним, коллектив ветеранов ранее обратился к своему депутату с просьбой найти возможность увековечить славу легендарной машины в преображаемом сейчас Парке Победы. По вашей просьбе я обратилась к министру Российской Федерации, министру обороны Сергею Кужукетовичу Шойгу. И сегодня имею информацию, что министр танк нашел и принял решение передать его городу Набережной Челны. Скоро после демилитаризации он будет установлен как символ победы и мужества. Также сегодня отметили, что такая честь – получить на вечное хранение боевую машину. Участницу Великой Отечественной выпадает не каждому городу. И вот в нашем она займет достойное место, как часть мемориала в Парке Победы. Установить настоящую Т-34-ку должны ближе к августу. Яна Ушакова, Льнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.